А во втором уроке мы поговорим о настройках программы Adobe Photoshop. Я расскажу только о нескольких настройках программы. Самое первое это будет редактирование, установки, основные. Самый первый установок, который я считаю нужным, это нужно поставить галочку напротив масштабировать колесико мышки. Во-первых, это очень удобно и пригодится при работе с большим форматом изображения, при большом масштабе. Поэтому, даже не обращайте внимания, как только откроете вы саму программу, просто добавьте галочку напротив масштабировать колесико мыши. Дальше переходим в интерфейс. Здесь, если вы зашли через англоязычную версию программы Photoshop, здесь необходимо поменять. После установки, естественно, только после установки русификатора, здесь появится такая вкладочка как русский. Без русификатора здесь только стоит английский. Поэтому скачайте русификатор, который находится на моем сайте, где только сейчас вы просматриваете данный урок. И после установки русификатора зайдите, поставьте здесь русский язык, нажмите здесь, в этом окошке «Да» и закройте программу Photoshop. После открытия программы у вас будет уже русский Photoshop. Обработка файлов. Здесь можно оставить ничто, не нужно ничего менять. Выполнение. Здесь необходимо поставить 75% или, может, чуть ниже, не ниже 50% использования памяти программы Photoshop. Если вы поставите выше 75%, ничего не изменится. У вас просто будет во время работы Photoshop, он будет забирать больше оперативной памяти, у вас будет быстрее работать сама программа, будет быстрее открываться фотографии, всякие файлы необходимые, и будет происходить быстрее процессы. Это только будет лучше. Рабочие диски. Необходимо выбрать 2 или 3 диска с большим свободным местом. Большим свободным местом. Например, если у меня в основном программе программа Photoshop установлена на диске C, 71 гигабайт она свободна здесь у меня, я еще взял дополнительные диски как F и E, на которые он переноел у меня 126 гигабайт свободного места. Здесь, например, у меня все остаются файлы подкачки, от этого Photoshop у меня не виснет, и поэтому работает гораздо быстрее. Также теперь необходимо поставить галочку напротив отрисовку, включать отрисовку OpenDial, и это позволит вам, чтобы работали функции как трехмерного моделирования, вот именно в программе 3D слои, также и работала как раз кнопочка функция поворот. Если будет отключено, то у вас эти функции работать просто не будут. Настрой истории кэш. Необходимо уровни кэш поставить 4, истории действий 8. Больше 8 стоит я не вижу смысла, потому что если вы, конечно, будете возвращаться обратно, чтобы отменить действие больше 8 раз, то можете поставить. Но от этого программа очень много забивается различным мусором, и поэтому после какого-то большого количества времени просто программа начинает виснуть, и вылетает с ошибкой. Естественно, такая функция, как в Photoshop, здесь еще не появилась, как в сохранении, вот именно открытие файла после закрытия экстренного. Все у вас уничтожится, и восстановить вы не сможете, если, естественно, вы не сохраняли. Курсоры здесь уже чисто только на ваш вкус и цвет. Прозрачность, единицы измерения, направляющие, внешние модули и шрифты, все это уже на ваше усмотрение. Здесь вы уже можете менять все, что угодно, как сами захотите. Нажимаем клавишу «Да». Также есть такая функция, как клавиатурные сокращения. С помощью данных клавиатурных сокращений вы можете как и поменять сокращения, так и их и выучить. Запомните, какой функции и какой именно функции программы соответствуют сокращению клавиатурные. Также можете и поменять. Сохранить необходимые. Также есть меню палитры, меню инструмента. Как видите, для каждой из студентов тоже есть необходимая буква, которая вызывает данный инструмент. Меню. Также вы можете подсвечивать необходимые меню какими-либо цветами. Например, как я новый, я подсветил красным цветом, а сохранить для веб я подсветил зеленым. Также можно восстановить. Нажимаем. Так. Восстановить мы поставим. Желтым цветом также здесь можно скрывать какие-то элементы меню от глаз. Например, вот видите, здесь глазочек можно появить его. А можно и вскрыть. Как видите, новый можно вообще убрать, его не будет видно. Давайте лучше обзор уберем, чтобы не было видно. Нажимаем «Да». Как видите, здесь функции обзора уже нет. Зато подсвечены необходимые мною часто используемые функции, как создать новый файл, сохранить для веб и восстановить. А данный урок по установке на сроки программы подошел к концу. Жду в следующем уроке. Продолжение следует... Продолжение следует...